Музыка Здравствуйте, друзья! Солнечный день, кончились дожди И мы в Шушенском районе Красноярского края Поселок Красный Хутор Который когда-то Будет самый знаменитый В Сибири Сейчас Мичуринск самый знаменитый В Москве памятник Мичурину На ВДНХ Мичуринский сад Который, я считаю, посажен неправильно, ошибочно Результат взрослых сад без яблок Сюда перейдет постепенно вся российская слава науки Вот если когда-то Все-таки ученые захотят переселиться в этот сад Ну, образно говоря Итак, был звонок Когда у вас все-таки поспеет Груша, сварок Вот, нужны семечки Я сейчас переписка по ватсапу Я сейчас голосом задал вопрос Зачем вам нужны семена Я всегда очень дотошен И дайте мне только поговорить Вы видите, не просто большое дерево Вот если это примерно второй этаж Да, три этажа Тут немножко к нему присоседился Видите, крозы сомкнулись Это орех Манчжурский Но он не мешает его плодоносить Вот, представляете, орех Манчжурский Как-то покровительственно накрыл его Со стороны солнца И, казалось бы, здесь не должно быть вообще плодов У меня тут рядом еще нарядная эфимова Она тоже, вы знаете, она очень высокая Но плохо видно Она почти достает до верха ореха Манчжурского В этом году очень слабый урожай Я, в принципе, уже собрал Нарядная эфимова Но собирал на семена Падает с огромной высоты И разбивается Вот так разбивается И я даже это Ну, беру такие на семена Но что-то и оставляю Они уже вот такого, видите Их много, но Я делюсь с этими, с насекомыми Итак, сварок В этом году урожай они рекордные Здесь будет мёдр 30 Рекордные это 40 Ну, вполне приличные Но дело в том, что они не вкусные Они вкусные только на молодых свароках Вот там, да Там ешь, аж захлебываешься соком Вот, поэтому я и хорошего человека Который хочет заказать семян Я ему так ответил То ли вы 10 закажете То ли 100, то ли 1000 Давайте гадать Все случаи жизни Итак, вам нужно 2-3 дерева Возможно, вы живёте в приполярном округе Вы таким будете рады Вот, по принципу За неимением гербовой пишем На простой Так и тут Вот Тут у меня сладчайшие груши рядом растут Но я их уже вам показывал Вот А что делать со свароком? Второй вариант у него Если это несколько деревьев ему надо И вот Скорее всего будет разочарован Не просто это гибрид сварога И французского роскошного сорта Получилось как бы полукультурное, да? Не просто А он ещё к тому же Привит На уссунинскую грушу Поэтому уже особо ждать от него Сладости не приходится Тогда второй вариант Вы у меня выписываете Сотню, две Вот Три Тысячу, две Семян Выращиваете саженцы на продажу Ну я уже вам Там голосом сказал Можно приехать, можно забить Вот Если саженцами торговать Как культурными Как подвоенными, да Но никто у вас не купит Тысячу подвоенных саженцев Чтобы потом привить У Сергея редко, редко Когда уссурийская груша Просят как подвой Саженцы готовы Просто вы нам продайте А дальше не ваше дело Что они невкусные Заходим, привьём Заходим, на семена пустим Это два Ну и третий вариант Вот Это Растить Саженцы Сто, тысячу И привить на них роскошные груши Самые лучшие груши Коллекции Их тут Двух-трёх человек В Сибири всего Один из них Тот, который сейчас С вами беседует Вот так Что ещё сказать Морозостойкость Сумасшедшее урожае Ежегодное Ежегодное То году как-то было Разу-два поменьше А перед этим было Сорок-сорок Вот Ну и Что добавить к этому Я уже не знаю Годится двигаться на север Но ещё раз Они не очень вкусные Из пятибалльной системы Я бы дал Три с половиной Три восемь Не больше Есть можно И я ел 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 Обжирался Пока не вырастил Более сладкий Вот Вот такой короткий Даже рассказ Или его сделать длиннее Допустим Есть ещё пару тем Они Очень важные Они даже где-то горькие Вот смотрите Давай Пусть это будет Пусть это будет Один фильм А тем мы назовём общую Итак Вы видите дерево С которого они брали С черенки на прививку Раз Которому никто не делал Искусственный штамп То есть никто не отрезал Эти ветки Нижние Почему у него Штамп высокий Это нормально Вот Это происходит Само собой Мне бы в голову не пришло Как другие Отрезать Нижние скелетные ветки Сейчас поймёте К чему Мы переходим К теме Которую назовём Это Формирование штампа Смотрим Железов И его новое садоводство Оно абсолютно новое Это Обрезка на сучок Термин Железова Обрезка на сучок Технология Железова Никаких ран Давно бы этого дерева Не было бы Никаких ран Видите Вот Да Прошло время А дерево росло Оно огромное Ему больше 30 лет Что произошло Отсохли ветки Я оставил Сучки Именно так Всё наоборот Никаких обрезок На кольцо Никаких ран Причём Если вот эта рана взять И вот здесь рана Она будет Огромная рана Она будет Вот попробуйте Мысленно представить Эту рана Будет 4 раза больше Этой Этот сучок Этот сучок Эта пробка Не пускать туда мороз Почему Для этого не дошло И в десятках Сотнях Тысячах Публикаций Если брать экземпляры В десятках Сотнях Миллионных Экземпляров Обрезка на кольцо Признана Единственной Правильной Да ещё Так и изощряются Делать Что вот эта обрезка на кольцо Правильная А вот эта обрезка на кольцо Если миллиметр туда Или метр сюда Это смертельная Любая обрезка на кольцо Смертельная Вот А теперь Раз уж я Перешёл Используя Это дерево Как феноменальное Господи И туда смотреть Страшно Шапка Сейчас упадёт У меня Это ужас Какая Усай Это даже Не три этажа Это больше Ой-ой-ой Ну не отображает Всю эту мощь Фотоаппарат Который у меня У меня в руках Ладно Продолжаем Тему Раз уж Решил Перешёл На тему Формировки Идём сюда Вот Сейчас ко мне Приели чернобаев Мы с ним Никогда Про технологию Не спорим Не У каждого Своё А здесь Пока его нету Я ему покажу Это дерево Я скажу Ну-ка скажи Я у тебя брал черенок Я же всегда говорю Никогда Не это Не жалуйся Друзей Он мне Вот Скажешь мне Что это за сорт Я уж и так И этак Вот Уже очень похож На Гуглёв Ну как-то Немножечко Не жуглёв Пусть он Мне скажет А пока Его нет Я тогда Говорю Про Формировку И так Рано или поздно А это дерево Довольно молодое Несколько лет назад Приезжал ко мне Сын с Украины Я учил Прививать Вот результат Это прививка Сделана его руками Ну Так бывает Берочка Тю-тю Нету И года Теперь Это я спрошу У Чернобаева Он Специалист Еще покруче Меня В отдельных Вопросах И тогда Я Подумал А что же Это значит Вот так Случается Первый Такой Настоящий Мощный Урожай Вот он Посмотрите Как согнулись Ветки Видите И когда Они Плоды Упадут Вот они Уже падают Видите Здорово Да Какой Хорошенький Вот Когда они Все упадут Ветки останутся Они уже Не смогут Подняться А теперь Представим себе Упадут Впереди Осень И зима И вы Если это было Паше дерево Вы бы взяли Эти яблоки Сейчас пора Снимать Сегодня Примерно 12 сентября На зимнего хранения Они явно Ну или осенние Или зимние Ну не помню Я сорт Не помню Привил и привил Пусть Чернобаев Говорит И вот Когда они Останутся Уже без яблок Но вот Такие же Поникшие Смотрят вниз В это время А у меня Такой случай Знаю Как человек Загубил сад 8 гектаров Я про него Рассказывал Он своими руками Загубил Он листал Книгу А страницу За страницей Вот Ну про это мы говорили Помните Обазар шаг вперед Два назад Помните Вот Не знаете Почитайте Запросите у меня Статью Запросите у меня Фильм На эту тему Горькую статью Горький фильм Итак Представим себе Что Это ваши Вы с радостью У вас плоды Ну понятно У Железова Не может быть хуже Чем это Ну согласитесь Что не может Это же нормально Это норма Вот Тем более Если приглядеться Там в траве Видите Я прекратил косить Чтобы не искалечить Вот эти Там знаете Сколько этих яблок Их не видно И тогда Яблоки собраны Допустим Коробочки Картонные Убрали И ветки остались все смотреть. И тут, если это ваше дерево, вы приглашаете специалиста. У-у-у, они есть даже в Тимирецкой академии. У-у-у, какие эти. Вчера показали опять телеканал «Усадьба». Подтвердите, многие смотрят, как он резал это дерево. Ой! Как он его калечил. И главное, он отрезал ветки, которые нельзя было вообще отрезать. Он оставлял вот такие раны на кольцо. И говорит, будем пилить. А какой у него острый пила. Вот такие раны оставили. И как он быстро, за секунду отпиливал эти ветки. Сейчас делаем раны на кольцо, говорит он, специалист. И так, такого специалиста вы приглашаете и говорите. Ой, ветки уродливо смотрят. Смотрят вниз. Так они и останутся вниз. Что же нам делать? Ничего, пять тысяч. Сейчас приведем в порядок, у вас урожай будет. А он, допустим, не знает и не видел этого урожая. И тогда вы ему заплатите пять тысяч. Еще отдельно за то, что приехал. Зависит от расстояния. И он возьмет секатор. Возьмет пилку, пилу. До бензопилы дело не дойдет. Все-таки не такое уже большое дерево. Вот. И отрежет все, что смотрит вниз. Все плодоносящие ветки будут отрезаны. Вот. Дерево будет изувечено. Резать он будет на кольцо. Внимание. Вот эта ветка растет вниз. Ветка будет отрезана на кольцо. Вот эта ветка тоже смотрит вниз. Отрезана вот так. Короче, вот здесь все будет оголено примерно до уровня... Вот, посмотрите. Вот это будет отрез. Посмотрите. Где пол ведра висит. Вот видите. На кольцо. Вот эта подлая вещь. Невероятно подлая. Она придумана для того, чтобы дать людям заработать. Ведь скажите, оставьте эти ветки в покое. Пусть растут вниз. Ё-о-о-о. Как там? Мякорные бабай. Пусть растут. Вот они растут. И в следующем году тоже на них будут плоды. Ну, что это такое? Ну, почему нельзя? Почему во всех этих рисуют все, что растет вверх, показывают эти черточки. Отрезать, 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 отрезать. Мне не выдерживать нервы. Я не хочу, чтобы губили деревья. Во всей России просто уничтожают. Просто как класс. Это еще не все. Еще надо же отрезать. Ох, как эта ветка. Вот она повышена, в следующий год заплодоносит. Вот она. Какое право она имеет вот сюда расти? Никакого. Нету такого у нее права. Тоже отрезать. Причем это точно, говорю, 100%. 5 тысяч заплатите, и вам еще вот эту отрежут. Вот так вот. Еще рано. Еще одной ветки плодоносящей не будет. Дальше рассказывать? Вот. Не могу уже, сил нет. Нет здоровья. Нет, это. У меня не это. Я смотрю только просмотр вот этих вот. Особенно сейчас. Сейчас меньше смотрят, читают книги. Сейчас в основном смотрят этот экран. Вот. У фотоаппарата, у этого. Вот. У телефона и компьютера, и ноутбука. Вот. Ну что же это такое, а? Посмотрите, сколько минут я уже проклинаю. Остановиться не могу. Чем вам эти ветки не угодили? Почему их надо уничтожить? Причем 10 человек позовите. Все 10 отрежут. Во всей стране один человек говорит. Не трожьте ветки, которые растут вниз. Не трожьте ветки, которые растут внутрь. Это специально загущение делает. Специально дерево. Так, следующая тема будет. Я еще не... А, не все перечислил. Отрезать надо вертикальные все. Назовем их. Называется жруйся, лодки. Все, что растет внутрь, все, что перекрещивается, все, что трется. Кстати, пусть себе и трелось бы. Не смертельно. Все, что растет вниз. Все до метра. Тоже отрезаем все, что ниже. Вот. И это. Потом приходит осень. Давайте прищипывать. А это значит, что она не уснет. Проснется вашу эту. Все, не могу больше говорить. Опять меня достанется от брата. Он будет монтировать этот фильм. И говорит, сколько можно, Константинович, это... Мой брат дорогой. Сколько можно проклинать все на свете. А я не могу не проклинать. Я проклинаю технологию про это. Не людей, нет. Они обмануты сами. Не наивны. Они хотят заработать на чужой беде. А чужая беда согнулась под урожаем. Уничтожить. Ветка согнулась под урожаем. И за это, это, это. Ее надо уничтожить. Это что? Все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...